Республиканская акция Общественные объединения не остались в стороне от благотворительной акции. Областная организация «Белой Руси» провела традиционное мероприятие «В Новый год с Белой Русью». Пандемия не позволила сделать акцию такой же масштабной, как в предыдущие годы. Однако, отмечают организаторы, праздник не мог не состояться. Для ребят из многодетных и малообеспеченных семей сотрудники средней школы номер 47 подготовили театрализованное шоу. Профессиональные фитнес-инструкторы провели с ними зарядку. Чтобы напомнить, здоровый образ жизни – это важно. Конечно, не обошлось без сладких подарков. Хотелось бы сказать, что самый волшебный и чудесный праздник – это именно Новый год. Потому что все мы ждем чудес. И лишний раз хотелось деткам нашим подарить тепло и добро. И чтобы они верили, что мечты, желания сбываются, только надо. Очень хотят. В преддверии Нового года директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский посетил санаторий Пролеска в Жлобинском районе. Для отдыхающих ребят подготовили театрализованную программу, в завершении которой, конечно же, ждали подарки. К слову, в Пролеске находятся мальчишки и девчонки из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Приоритетом деятельности Республиканского центра является оздоровление именно детского населения нашей страны. Потому что традиционно около 80% средств, выделяемых Республиканскому центру, идет на оздоровление детей. Это ни много ни мало сумма эквивалентна ежегодно около 70-80 миллионов долларов. Подарить детям улыбку можно по-разному. Так, например, в рамках акции в Гомельском ОКЦ прошел новогодний молодежный бал. 80 учащихся и студентов окунулись в атмосферу 18-19 веков. Очень приятно, потому что каждый день такое не прочувствуешь, как будто окунаешься в прошлые века, когда это было модным. Скажем так, у нас сейчас это не считается модным, сейчас это элитно, можно сказать, поэтому приятно очень. Республиканская акция «Наши дети» продолжается. Это прекрасный повод подарить новогоднее чудо тем, кто всегда с особым трепетом его ожидает. Благородная инициатива помогла воплотиться сотням добрых дел. Впрочем, для того, чтобы их осуществлять, особый повод не нужен. Волшебником может стать каждый, и способов для этого действительно много. Николай Скинтиян, Василий Осипцов, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин